Броня, собственно, тоже многослойная, стальная. Двери здесь, соответственно, весят около 150 килограмм. Она возила неизвестного политика. По толщине давайте посмотрим. Но, блин, я не понимаю, как ее отключить. Вот в этом проблема. Вот машина. Вещь! Мы знаем, вы видели очень много обзоров 600-х Мерседесов, но только эта редкая версия была незаменима, когда кто-то всего лишь хотел вас убить. Эта бронированная машина в 97-м году стоила целое состояние и защищала жизнь одного известного политика. А сегодня мы посмотрим, какие секреты она вскрывает, чтобы ее не прострелил автомат Калашникова. Сразу видно, что машина шире обычного, потому что стандартные кузовные детали еще и скрывают бронелисты внутренние и меньше лобовое стекло. На самом деле оно стандартного размера, но чтобы пуля не попала в слабое место, в стык между стойкой и стеклом, здесь внутри еще есть бронированный откос, который защищает, собственно, от этого. Мы чуть позже посмотрим, как водитель видит мир через эти толстые стекла. А пока еще один внешний элемент особенный. Естественно, здесь очень необычная резина. Я посмотрел, сколько стоит комплекта новой резины Michelin Pax, на бронированную машину, которая должна выдерживать этот вес и пулевой прострел. Самый дешевый у меня получился за комплект 828 тысяч рублей, а самый дорогой комплект был стоимостью 2 миллиона. Но это было для нового Мерседеса, большие покрышки. Эти, конечно, обходятся дешевле. Здесь, что интересно, внутри специальная вставка. В случае прострела пулей машина опирается на это опорное кольцо внутри шины, и машина так может проехать еще 200 километров. Там специально обмазано это кольцо гелем, чтобы не было трения с покрышкой. В общем, про одни только шины здесь можно делать отдельную передачу. Кстати, если такие колеса поставить вам на обычную машину, то они разобьют вам подвеску в дребезги на ямах, потому что весят где-то на 20% больше, чем обычные. Эта, кстати, машина защищена по максимальному классу по тем временам. Б6, Б7 защита – это не от пистолета, а от армейского оружия, от гранат, от Калашникова. И двери здесь, соответственно, весят около 150 килограмм. Просто представьте, что у вас 4 Николая Валуева по периметру висят на петлях. Вот примерно будет представление о весе этих дверей. Дверь хлопает с таким глухим звуком, потому что она чуть ли не тяжелее, чем сам автомобиль. Ладно, давайте сядем внутрь, посмотрим, что здесь происходит. Ох! С одной стороны, очень удобно садиться, очень широкое сидение, на котором проворачиваешься. Но с другой стороны, такая увесистая дверь. Мне рассказывали одну смешную историю, как бронированный Мерседес вылетел в Германию в Кювет. И с одной стороны, он прижал двери к земле, их нельзя было открыть. А с другой стороны, получалось, что они были вывешены, и под силой тяжести люди, в свою очередь, тоже не могли их открыть. В общем, там, как в сказке про репку всей деревни открывали, вот такая вот... Ты не слышишь? Ладно, показалось. Что еще? Определить бронированную модель 140-го очень просто. По этой кнопке активации системы пожаротушения. Если вас подорвали и машина горит, мы же сказали, что это самый необычный 600-й, который вы видели до этого. И, что забавно, смотрите, симметрично с другой стороны здесь регулировка зеркал. Джойстик очень необычное расположение. Внутри чуть-чуть ощущение немножко другое от толстого стекла. Но, в принципе, на первый взгляд даже непонятно, что это очень толстые стекла. Здесь такой эффект оптический, что кажется, что они тонкие. И очень широкая по нынешним даже временам стойка. Но особых проблем это не создает. И если человеку не говорить, что это бронированная машина, в общем, мне кажется, он и не догадается. Давайте посмотрим, как оно в разрезе, это стекло, собственно, выглядит. Бесшумно работает стеклоподъемник. Знаете, без натужного воя практически не слышно. Здесь у нас многослойное стекло итальянское из Аклима. Известная фирма. Несколько слоев, где пуля дестабилизируется и потом вязнет. И отдельный внутри слой из поликарбоната, который препятствует попаданию осколков в салон, в лица пассажиров. По толщине, давайте посмотрим, толще гораздо, чем половина айфона. И оно сделано загнутым, чтобы в стык сюда приходить. Даже если пуля попадет вот в это место, то оно попадет именно в броню, а не в стык между рамкой и стеклом. Все, в общем, продумано ради безопасности. Так, закрываем стекло. Броня здесь тоже многослойная, остальная немецкая фирма Тиссон. И она защищает не только от пуль, но и дополнительно как шумоизоляция работает. Абсолютная тишина. Очень круто. Сами бронелисты такой максимальной защиты имеют где-то толщину 2 см. Очень внушительно, как вот эта вот книга. Но все это детские игры, если мы сравним такую броню с толщиной брони лобовой у танка Т-34 знаменитого. Это совсем другое дело. Но если мы добавим сюда еще биографию Шварценеггера, то мы получим лобовую броню танка Тигр, которую не брало большинство орудий Второй мировой войны. Очень внушительно броневой лист. Представляете, это был чистый металл, да? Но все это, ребята, полная ерунда по сравнению с самым тяжелым танком в истории. Лобовая броня танка Маус 20 см непробиваемой брони. Блин, вот с этого мы начали, ребята. И это казалось нам внушительной толщиной. 2 см бронированного Мерседеса. Но самое главное, что все эти боевые машины вы можете попробовать в деле в игре World of Tanks. Только приглядитесь, какая реалистичная графика. 500 моделей бронетехники, которую не отличить от настоящей. Взрывная динамика боя, игра с друзьями и кастомизация техники. Отскачив игру в World of Tanks прямо сейчас, вы получите не только изумительную картинку, но и крутые бонусы для комфортного начала игры. Премиум аккаунт на 7 дней. Премиум танк второго уровня Т2ЛТ. И 400 тысяч серебра, который можно тратить на что угодно. Так вы сможете быстрее покупать новые танки и прокачиваться. Все это ты получишь только по ссылке в описании. Так что не упусти шанс попробовать свой танк в деле. А мы продолжаем историю нашего бронированного монстра. Так, что здесь? У нас в бардачке говорили, здесь есть переговорное устройство, потому что вы должны слышать, что происходит снаружи. Но это можно сделать только техническими способами. Так, как здесь? Бардачок открывается. Я уже забыл, не было у меня такой машины. Так, это у нас что? Господи, это тревожная кнопка, короче, ребят. Это не открывание бардачка. Блин, это активировалась система, когда на вас идет нападение, вы нажимаете тревожную кнопку, и машина привлекает внимание, и запирает все двери. Но, блин, я не понимаю, как ее отключить. Вот в этом проблема. Аварийка, зажигание, ничего не помогает. И нажатие повторное на кнопку... Нет, она просто... Она просто призывает помощь полиции и военных. Скоро прилетят вертолеты, наверное, нас спасать. О, удалось победить. С помощью специальной кнопки выключить эту тревожную сигнализацию. Вообще, для этих машин предлагается масса разных опций, как кислородные баллоны, которые воздух подают в салон. Audi сейчас предлагает двери, которые отстреливают специальным перезарядом. Если вы нажимаете на кнопку, наверное, будет не очень приятно, если вы перепутаете ее с включением какого-нибудь обогрева сидения. Так, слева у нас еще одна интересная деталь. Значок ограничения скорости всего лишь 210 км в час. Можно разгоняться на этой машине не быстрее. Люблю немецкие автобаны. Как-то меня в Германии возил Volkswagen Multivan, и там у водителя тоже была такая напоминалка. Не быстрее 210 км в час. Вы типа, блин, микроавтобус, на нем нельзя быстро ездить. Всего лишь 210, не больше. Но здесь это ограничение. Вот в этой машине вызвано, я думаю, больше шинами, которые с опорным кольцом, тяжелые. И, в общем, не очень хорошо для нее. В остальном, это классический 140-й, знакомый с кривой прорезью автомата. Здесь автомат перседесовский с пятью ступенями. Отделка из кожи и благородного орехового дерева. Средственные связи времен раннего палеолита. И очень круто, что здесь вот эти оригинальные детали сохранились, придает аутентичности. И с широченной приборной панелью. Блин, здесь циферблатов, наверное, как у старых 911-х Porsche. Она настолько широкая, что потеснила с собой дефлектор. Типа, идите, идите, погуляйте куда-нибудь в сторону переднего пассажира. Здесь у нас, кстати, необычная пиктограмма. Дверь открывается практически на 90 градусов. И пиктограмма, я думаю, это, чтобы не терли лишний раз тряпкой, потому что поликарбонатная вот эта вот подложка, вы можете ее затереть, и стекло будет более мутным. Многие думают, что у бронированных машин так же, как салон, защищено подкапотное пространство. Это не совсем так. Вот я покажу всего лишь одну фотографию. Это машина Шеварнадзе, президента Грузии, на которую покушались и стрельнули всего лишь из гранатомета в моторный отсек. Но он защищен не так, как салон, потому что обычно покушение происходит очень быстро. Происходит либо внезапный взрыв, либо нападающие очень быстро пытаются скрыться. Поэтому машине важно защитить, собственно, пассажиров вот от этого первого рывка. Да, потом уже, собственно, все будет нормально, скорее всего, если все останутся живы, конечно. Двигатель стандартный, 6-литровый, как и полагается, 600-му Мерседесу В12. И на тот момент это самый мощный был мерседесовский двигатель. 394 лошадиных силы. Даже у SL50 AMG было 381 лошадиная сила. И угадайте, какой Мерседес был мощнее. Мерседес серии SK. Это тягач для того, чтобы возить фуры разнообразные. Вот такие вот были времена. Посмотрите, необычное очень расположение вот этих вот усиленных опор. И вот здесь вот мы видим необычные металлические листы защиты. Он немножко тяжелее, чем обычный. Стандартный S-класс тогда разгонялся до 100 за 6 секунд. Эта машина на 3 секунды медленнее всего. То есть около 9. Ну, для бронированной машины очень неплохо. Учитывая, что ее масса равна стандартному S-классу. И как будто бы ему на крышу положили еще одну машину. Таков вот вес бронекапсулы. Так, все. Нормально, братан. Рубь 40, да, у тебя? Рубь 40. Все, Лех, иди. Почти, продаешь? Тестируй другие машины. Все. Так, погнали дальше. Очень тяжелые двери. Это как-то непрактично. Но эту машину нельзя оценивать привычными рамками. Это, блин, раритет из 90-х годов, который еще хранит дух этих времен. Вы это слышите? Опять нет? Нет? Блин, да что ж такое? Ладно, короче, настоящая машина времени. Вы думаете, 90-е уже прошли? Но вы садитесь в эту машину и оказываетесь в тех временах. Кому-то это очень понравится. Такая непривычная после дверей легенькая багажника дверца. И здесь у нас, вот из того, что видно, у нас здесь должен быть пожарный баллон. Вот у нас система пожаротушения. Ну, в общем, в любом случае, даже нормальной машине эта штука могла бы пригодиться. Ну, и объем багажника по тем временам, конечно, сейчас уже Шкода Октавия нервно смеется, глядя на количество багажа, которые сюда можно положить. Ну, в общем, для чемоданов пары хватит в отпуск положить. Безопасно доехать до аэропорта, так сказать. Опа! И прямо сейчас эта машина выставлена на продажу за 2 миллиона рублей. Мы в описании оставим контакты ребят, которые ее продают. Звоните, узнавайте по деталям, там, как, чего. Ко всему прочему, эта машина интересная биография. Она возила и защищала своей броней очень известного политика. Я лишь оставлю вот эту вот часть от него вот здесь. А вы уж сами гадайте в комментариях, кто этот человек. Ну, и поставьте лайк, если не жалко. Вообще, с заводскими бронированными Мерседесами у нас связана особенная гордость. В какой-то момент россияне покупали больше всего в мире таких машин. Мы даже опережали латинские страны, которые тоже такие большие любители бронированных Мерседесов. Вот коллекционеры, да, дураки покупают. Бугатти, Феррари классические. Они же даже от выстрела гранатомета не защитят. Вот! Вот машина! Вещь настоящая! Здесь даже бак, пуля в него попадет, отверстие само затягивается. Как мы без этого ездим на своих обычных машинах, не знаю. Кстати, у нас на примете уже есть еще одна бронированная машина. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. А мы уже готовим для вас массу всего нового интересного. В принципе, бронированные 140-е делали и сторонние фирмы, типа бельгийской Carat de Châtelet. У Ельцина была от этой конторы тоже машина, помимо гардовских заводских автомобилей. Ну, они, собственно, дешевле обходятся, чем заводское бронирование. Эти компании продают свою продукцию. Но зато вот в стандартной машине здесь попроще. Обычные карманы, подогрев двухступенчатый, сидения. Здесь у нас управление климатом, вот такими классическими барашками. Цвет потока воздуха, собственно, обозначается. Ну, уже ребята потом поставили здесь экран с видео. Запас в ногах есть. Читалочка, как в самолете, есть. В общем, такой необходимый для бизнесмена запас удобства, в общем, присутствует. И сзади у нас есть еще место для аптечки с таким милым крестиком. Ну, если покушаются на вашу жизнь, то, в общем, хотя бы бинты какие-нибудь сюда. И перекись водорода не мешает положить. И у нас здесь еще переговорное устройство. Такое сидение, знаете, немножко спинка назад отогнута, прям хочется в нем развалиться. Оно широкое, немножко завалено назад. И, в общем, как бы реально, блин, можно расслабиться в конце рабочего дня. Если водитель быстро едет, взяться вот за ручку, включить подогрев сидение. И, в общем, ну, необходимый минимум удобств здесь есть. В ногах вот места вполне хватает. Круто. Ох, никак не привыкну. Кажется, что дверь заблокирована. На самом деле она такая тяжелая. Кстати, в 90-х годах вы могли еще заказать бронированную семерку Е38 заводскую. Шикарный был выбор. Можно было выбирать между 140-м и семеркой. Обязательно напиши, какую бы из этих машин ты бы выбрал в 90-х. Мы в следующем выпуске обязательно подведем итог. У какой машины больше фанатов? Мы пишем это всегда в описании следующего выпуска. Кто победил? Блин. Ну, реально, вы издеваетесь, пацаны? Вы что, никто не слышит этого, что ли? Только я это слышу. Люк, это был не сироп от кашля, мне кажется. Вот зря ты его пьешь. Ладно. Все, заканчиваем с этой машиной. Осталось только завести и послушать, как звучит его 12-цилиндровый двигатель. А вы оставайтесь с нами. Впереди еще очень много самых крутых машин в России. Поехали. Вы наверняка запирали ключи в машине. Каждый из нас это делал, но никто никогда не запирал ключи внутри бронированной машины. И это очень большая, на самом деле, проблема, когда у вас машина 97-го года заперта и с бронированным кузовом, потому что даже багажник не подлезет. Потому что внутри остались ключи. Да. И твой телефон. И что-нибудь еще, наверное, обязательно тоже осталось. Но! Зато вы красивые ребята, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!